Около 70% несовершеннолетних преступников, подростки-беглецы, внебрачной беременности. Все это совершается детьми матерей-одиночек. Если бы вы сейчас находились в утробе матери и могли выбирать, быть ли вам черным, белым, богатым или бедным. Я веду к тому, что в утробе матери вы должны уповать лишь на то, чтобы ваши родители были женаты. Вы все время говорите про статистику, что она такая-сякая, но любой может придумать статистику. Вот поэтому их такое множество и слева, и справа, уже 30 лет. Вы считаете то, что вы говорите, это нормально? Ну да, но знаете, вы... Я сама мать-одиночка и становлюсь эмоциональной. Все хорошо. Вы говорите то, что чувствуете. Я не могу сейчас продолжать. Все хорошо. Вы можете встать и сказать, что я курильщик, и я очень расстроена статистикой курения. А вы можете рассказать мне о раке легких? Статистика. Есть статистика. Она говорит о чем-то важном для нее. Как и курение. И люди, умирающие от курения. Как и люди, выросшие у одиночек. Я не понимаю. Встать и сказать, что вы мать-одиночка и что не можете продолжать, это не аргумент. Как вы сказали в своем выступлении, вы были сторонником гидроразрыва пласта в газовой оболочке. Как вы можете поддерживать это, когда агентство по охране окружающей среды доказало, что гидроразрывные работы отравили сотни подземных скважин? И зная, что постоянная зависимость от природного газа только усугубляет климатический кризис, так как метан приводит к еще худшим последствиям. В сентябре вы выступали на конференции производителей природного газа в конференц-центре, демонстрируя свои связи с индустрией ископаемого топлива и свои приоритеты в отношении корпораций, а не американского народа. По одному. Прошу, дайте мне закончить. Ну что ж, продолжайте. Вы назвали разработчиков сланцевого газа пионерами будущего. Но правда в том, что нет никакого будущего. Это мы. Это вы. Мы, студенты, молодежь, отказались жить в мире, который поощряет несправедливость, корпоративный контроль, экологическое достоинство. Ладно, скажите мне кое-что. Позвольте закончить. Спасибо. Я стою на стороне прифронтовых сообществ и всех тех людей, чьи земли были уничтожены, а вода загрязнена разрушительной промышленностью. Я здесь, чтобы сказать, что я не думаю, что вы стоите за то, что лучше для нашей планеты или для американцев. Хорошо. Позвольте спросить. Поскольку вы будущее по вашему собственному определению, таково же ваше энергетическое решение? Местная возобновляемая энергия, предоставляемая людьми, для людей, а не для корпоративных прибылий. Какая конкретная энергия? Местный ветер и солнце. То есть ветер, убивающий больше птиц, чем любая другая энергетическая система. Это не так. Это так. Не хотите ли вы угадать, сколько птиц убивает ветер? Их настолько много, что нынешняя администрация фактически освобождает их от федеральных законов, которые посадили бы их в тюрьму за то количество птиц, которые они убивают. Простите, но я думаю, вы должны согласиться, что американский народ немного важнее птиц. А, так американский народ важнее птиц? Что ж, ладно. Мне это нравится. Не могу дождаться момента, чтобы сообщить в Сьерра-клуб, что я был в Амхерсте, где мне объяснили, что люди важнее птиц. Это просто революционный момент. Я приятная молодая. Ну да, конечно. Остановите землю, я сойду. Ох, боже мой. Никаких речей, о боже. О боже. Ты не сказал ничего существенного, где же факты? Ладно, дорогуша. Криминолог доктор Ричард Джонсон из университета. Хотели факты, вот вам. Цифры. 900 человек были убиты полицейскими в 2016 году. 47% были белыми мужчинами, только 24% были черными. Чернокожих не убивают непропорционально часто, особенно если учесть, что они гораздо чаще взаимодействуют с копами. Полицейские убивают людей примерно так же часто, как и молнии. Грозовые протесты при этом не проводятся. 58% этих черных людей легально убивали частные лица в целях самообороны. Вы подумаете, вот он, расизм. Но 75% из них были убиты другими черными. Статистика ФБР по убийствам обнажает реальную угрозу жизни чернокожих в Америке. Черные мужчины составляют около 6,5% населения США, но они совершают 52% всех убийств. За 30-летний период, что в последние годы снизилось примерно на 40%. И в основном черные убивают черных, а белые – белых. Это не то, что говорят в организации Black Lives Matter. Если посмотреть на общий уровень насильственных преступлений, то чернокожие в 27 раз чаще нападают на белых, чем наоборот, и в 8 раз чаще на латиноамериканцев. Это шокирующие цифры. Надеюсь, вы что-то вынесете из моего визита. 90% чернокожих погибают от рук других чернокожих. Тебе еще фактов? Если вас не затруднит, какое сообщение вы хотите передать вашим присутствием сегодня? Что вы хотите передать военным лидерам? Также я хочу спросить, «Как вы думаете, настало ли время, чтобы ответить президенту Трампу то, что вы должны сказать сегодня?» Я думаю… Извините, какой был первый вопрос? Какое послание вы хотели бы передать нашим лидерам? Я думаю, послание, которое мы хотим передать, это что с нас достаточно. И кто-нибудь хочет еще задать вопрос? Можете задавать свои вопросы. Как насчет послания нашим лидерам? Что насчет президента Трампа? Я думаю, вам стоит дать другим возможность задать вопрос. Дорогой абьюзер, если вам понравилось видео, то лайкните и подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. По возможности сделайте репост, чтобы Ютуб рекомендовал наши ролики. Благодарим за просмотр и вашу поддержку. Удаленные или запрещенные материалы будем выкладывать в Телеграм. А кто захочет нас поддержать, мы оставим ссылку, куда вы сможете закинуть нам донатики. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ